На часах 13.05 в эфире «Особое мнение» в студии Дарьеты Пузлива и мой гость, генеральный директор и главный редактор телеканала Рен Киров Юрий Шлеминзон, член Общественной палаты Кировской области. Юрий Львович, здравствуйте. Добрый день. Нас можно слышать на частоте 101.0. Онлайн-трансляция эфира, а также видеотрансляция из нашей студии идет на сайте eho.kirova.ru. Номер для ваших смс 8909 720 101.0. Вопросы вы также можете задать через форму анонсов на сайте eho.kirova.ru. Юрий Львович, будете ли свою коронную фразу произносить? Ну, так, как обычно, надо же напомнить, что все сказанное мной в эфире является моим оценочным суждением. А начнем мы с оценочного суждения по поводу повышения взносов в пенсионный фонд. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину, Минтруду и Минэкономразвитию проработать соответствующий вопрос. Среди предложений там введение дополнительного 2-процентного платежа с работающих россиян и двукратное увеличение нагрузки на большие зарплаты. Вы как вообще такое предложение оцените? Ну, там правильно сказать, что существует два варианта. Первый вариант подразумевает введение единого платежа на все фонды оплаты труда. Также еще существует, можно сказать, и третий вариант. С 2017 года ввести один общий налогик, как бы фонды будут при ЕСН, как это было ранее, распределенный. Второй вариант – это увеличение вплоть до 2 раза, кажется, если я не ошибаюсь, до 20%, превышение оплаты труда свыше 796 тысяч. Ну, это вот так называемые большие зарплаты. Ну, да, так называемые большие зарплаты, которые пересчетить на нынешний курс противного американского рубля уже не такие большими оказываются. Я вот сегодня посмотрел, получил пенсию, посчитал его по нынешнему курсу рубля, она составила аж 190 долларов. Хотя еще год назад эта цифра была совсем другая. Вот из США вы недавно вернулись на эти 190 долларов. Можно ли погулять на такую пенсию? Ну, покушать можно, конечно. Но такой пенсии просто не существует. Бывает в таком размере. Ну, мы все понимаем, что вот эти варианты увеличения единого платежа на фонд заработной платы, они лягут, видимо, на работодателей. И при нынешнем состоянии экономического положения предприятия, это, конечно, будет очень тяжело осилить такие вещи. Ну, как вообще работодатели могут отреагировать? У нас же инфляция уже официально больше 10-11 процентов, да? И это, как сам руководитель, понимаю, что надо бы увеличивать заработную плату в связи с... С инфляционными процессами. Да, с курсом нашего рубля, с инфляционными процессами. Но это очень сильно ударит под предпринимателем. И я думал, что вообще на этот период для малого, среднего бизнеса, микробизнеса, вообще есть смысл вести налоговые каникулы, чтобы это дало возможность как-то пережить эти не самые легкие времена. И дало бы это возможность улучшить благосостояние самих рабочих, тех, кто трудится на предприятиях этих, самих бизнесменов этого малого и среднего бизнеса. И такое увеличение, оно, конечно, может произойти у нас, все бывает. Но это очень тяжелым временем скажется на предприятиях. А возможен такой вариант, чтобы вот это вот бремя немножко облегчить? Возможно, что малый и средний бизнес начнут изыскивать какие-то способы, как переложить это на работника? Ну, то есть, чтобы он... На работнике это другая совершенно система, да? Нет, я для примера говорю, ну, то есть, находят способы... У нас много государств, где налогоплательщиком вот таких взносов, подобных взносов, является сам работник, а не работодатель. Да, там получается и до 40% налоги, но это дает возможность, во-первых, работодателю увеличивать, соответственно, заработную плату. Мы ведь понимаем, что мы больше 30% на заработную плату отдаем в различные фонды, большой кусок, и работодателям тяжело это нести, такое бремя. А если это будет перенесено на работающих при снижении процентов выплаты самым работодателям, то это может дать другой эффект. Во-первых, когда уже работник сам платит эти налоги, то он, соответственно, и будет требовать государства или с фонда, в который он взносы сам платит, более активно интересоваться и требовать то, что должен обратно получить. А сейчас это так размыто. Какой-то дядя начальник платит, а нам... Не все еще и знают, что кто-то там что-то платит. Да, да. Во-первых, не всегда можно проконтролировать, что за тебя платят еще. Такой фактор тоже у нас присутствует. Мы же знаем, что у нас есть зарплаты, которые выдаются в конвертах, так называемые серые зарплаты. Такой же фактор тоже присутствует, и чем сложнее вести экономические процессы, тем эти факторы возрастают. Чего уж кривить душой, да. Поэтому те актеры работают с белой зарплатой, таких уже у нас до 2014 года становилось все больше и больше работодателей. Такие увеличения в различные фонды, они, конечно, тяжелейшим временем в нынешний период для работных предпринимателей. Ну вот, а можно сказать, что сейчас лучше было бы проводить там реформу не по тому принципу, чтобы увеличивать вот это время для работодателя, а полностью все сменить в сторону, чтобы все свои налоги платил взносы и платил работник? Я думаю, что вполне это возможно. Может, мы к этому когда-то и придем, когда работник платит все свои взносы. То есть я знаю все, что я плачу, соответственно, я требую. Поэтому, соответственно, вы и требуете, в связи с тем, что вы платите. Но для этого надо какое-то, наверное, другое время. Я думаю, что вот в нынешней экономической ситуации просто идет сбор пополнения бюджетов и различных фондов, которые не наполняются в том объеме, которые нужны для выполнения социальных обязательств государства. Вот приводит, у нас появляются различные акцизы, как мы знаем. Ну, наверное, следующая тема нашей разговора. Смысл один просто побольше денег. Да, бюджет увеличен. Ну вот, кстати, да, об акцизах мы с вами почему-то постоянно разговариваем про алкоголь. Я заметила. Вот челябинские законодатели выступили с инициативой изменить механизм выплаты акцизов на алкогольную продукцию. То есть сейчас он выплачивается по месту, где производитель зарегистрирован, а предлагают акциз выплачивать по месту по прибылью. Ну, насколько я знаю, это была инициатива нечелябинских депутатов. Может, я просто не увидел. Я знаю, что замкомитета Совета Федерации Петров с такой инициативой выступал. Может, он поддерживал как раз депутатов челябинских. Может, так состоялось. Я просто видел информацию в ТАСС, что это Совета Федерации. Но это такая своеобразная вещь, которая... Одни регионы выиграют от этого, другие, конечно, проиграют, потому что у нас неравномерно предприятия производить алкоголь по стране размещены. Но там это вот одно из причин указывается, что вроде предприятий нет больше. Ну, во-первых, так как мы знаем, что у нас такая вертикальная власть, и все выстроено под федералов, то управляемость, конечно, этого процесса при переносе получения акцизов в местный бюджет, она изменится. И не надо будет с протянутой рукой обращаться в центр по этим вещам. Поэтому я думаю, что правительство не пойдет на такое решение вопроса. Это снижает управляемость финансовыми потоками. Мы же привыкли, что все должно быть из центра. Но, тем не менее, если такие предложения поступают, вообще они не кажутся какими-то странными? То есть мы вроде бы уже забыли про все эти антиалкогольные компании, вдруг начинаем вот уже практически все вот эти пьяные рубли где-то выручить. Да, мы же понимаем, что это же не единственная инициатива, которая касается регулирования алкогольного рынка. Сейчас вот поступили инициативы о том, чтобы запретить вводить ограничения по отдельным видам горячительных напитков. Такие инициативы поступают. Недавно совсем в газете «Известия» публиковалось о том, что у нас есть 38, если я не ошибаюсь, регионов, которые приняли закон о энергетиках, где запрещена продажа алкогольных энергетиков. Вот что это отменить, есть такая инициатива, что все должно быть однообразно по всей стране. Но это очень многие политики и губернаторы не поддерживают. Даже вопрос о времени продажи, как бы унифицировать по всей стране. Мы понимаем, что все эти позывы делаются только с целью повышения наполняемости бюджета в нынешнее время. И антиалкогольная программа, политика, она как бы уходит на второй план. И эти вопросы сейчас тормозятся, потому что вопрос наполнения бюджета, он очень серьезный. Заработать денег сейчас важнее, чем здоровье нации? Ну, похоже, что так, да. Ну, вот, к слову, не знаю, там, о здоровье нации, ну, по крайней мере, о криминальной обстановке, когда в ОМВД подводили итоги года, Константин Селянин, глава ОМВД, сказал, что вроде все те меры, вот эти антиалкогольные, которые действовали, не продавать там после пяти в воскресенье, еще что-то, они не особо и отразились на криминальной обстановке. Нет, я понял, между прочим, было в закладе отмечено, что количество преступлений, совершенных нетрезвым, люди сократились в регионе. И вот, получается, что та статистика, которую приводили, когда все эти антиалкогольные меры работали, она говорила в пользу этих антиалкогольных мер. Сейчас, когда они отменились, все вроде как говорят, а ничего страшного и не произошло, да, но и не работало. Ну, не все и работало, мы же прекрасно понимаем, что тогда произошел при применении этих мер рост контрафактной продукции, это бесспорно, да, о том, что и смертность от потребления контрафактной продукции тоже увеличилась, хотя это покрывалось другими диагнозами как бы смерти многих граждан. Что же было известно? Потому что любое сокращение продаж запрета не приводит к росту или контрафактной продукции, или пользования суррогатами. Но мы же прекрасно понимаем, что когда совсем недавно говорилось о росте акциза на продажу алкогольной продукции, подводилось это до того, что это борьба с контрафактом. Мы понимаем, что это абсурдно совершенно, что любой рост цены на алкогольную продукцию в нашей стране приводит к росту продаж контрафактной продукции. То есть с точностью до оборотов. С точностью до оборотов. Ну, подводилось так. Поэтому говорить о том, что рост акцизов на алкоголь даст сохранение, облегчение продаж легального алкоголя, ну, конечно, абсолютно. У гостей у наших мы сейчас проводим, можно сказать, массовый опрос среди своих гостей. Как вам гимн Кирова? Его недавно выбрали, но еще не презентовали. Я слышал эту версию гимна, но чтобы я, когда его прослужил, хотел встать и петь его, какой-то такой реакции у меня не было. Я думаю, что гимн просто как бы необходимый такой атрибут власти сейчас является, поэтому многие регионы создают гимны своих регионов. Ну, вот эта версия, которую я слышал, вот такого впечатления о том, что вот я живу в Кировской области, в Вятском крае, и наталкивала меня, как говорят, встать и петь. Эта версия не произвела на меня такого эффекта. Ну, вот встать и петь. То есть, получается, гимн должен быть еще более торжественным, каким-то более пафосным? Ну, я не говорю, что он пафосный, но он должен запоминаться и вызывать у человека все же желание петь. Это мое личное мнение. А вот вы, как человек, который больше связан со СМИ, с обществом, нежели чиновники, администрация, которые все равно несколько консервативны, то есть, современный гимн города, он должен быть больше ориентирован на молодежную аудиторию или на взрослых людей? Нет, он должен быть ориентирован на всю аудиторию, я считаю. От, как говорится, пенсионеров до пенсионеров. А можно ли уходить интерес у всех? Ну, наверное, можно. Я думаю, что можно, конечно. Это не легко, но это можно. Одна из претензий, которая высказывалась композитору Прохору Протасову в том, что гимн универсален, и то есть, можно подставлять туда любой город, и, в принципе, любой город может использовать этот гимн как свой. На что вот он, собственно, ответил, что так можно поступить и с гимном России. И тут вот я с ним не могу не согласиться, что туда можно и Канаду подставить, и ничего не изменится. То есть, что такого должно быть в гимне, чтобы все поняли, ага, это гимн Кирова. Вот вы бы, может, туда что-нибудь добавили? Нет, я не задавался такой целью, даже не думал об этом, поэтому добавить в эту теорию гимнов очень сложно. Не знаю. Перейдем тогда к другой городской проблеме, движение автомобильное. В Кирове могут появиться выделенные полосы для общественного транспорта. Об этом заявил начальник отдела транспорта Олег Чичибабин. Рассказал, что сейчас возможность такая в администрации прорабатывается, проводится там некое моделирование, чтобы понять, на каких участках, на каких улицах это можно ввести. Вот на ваш взгляд, дорожная инфраструктура Кирова позволяет вообще говорить о том, чтобы делать эти выделенные полосы? Ну, я бы хотел вообще посмотреть, как происходит моделирование этого процесса. Мне это очень интересно. Но тут, к сожалению, не раскрыто было. Да, не раскрыто, кто делал эти программы моделирования и кто серьезно этим занимается. Потому что это достаточно серьезный вопрос, и должны специалисты, а не чиновники, в моем понимании, этим заниматься и давать рекомендации чиновника. На мой взгляд, инфраструктура дорожная города Кирова на многих улицах не позволяет это сделать. Это один фактор. Что у нас достаточно узкие улицы, которые имеют всего две полосы. Мы можем, конечно, прийти, придет такое время, что у нас может по городу двигаться только общественный транспорт, потому что для другого транспорта места не будет. Это тоже надо не забывать. Во-первых, дорожная разметка для общественного транспорта должна наноситься на поверхность, на дорожное покрытие. Ну вот у меня вопрос вообще, разметка будет видна? У нас большую часть года разметки нет. А какая выделенная полоса без разметки? Вот поэтому, да, это будет уже неработающий фактор, если разметка отсутствует. Ну, ладно, если даже наши специалисты найдут какой-то способ сохранять разметку в течение всего года. Нет, она есть, конечно, она есть, она просто дорого стоит. Это, ну, относительно дорого стоит. Также есть пешеходные переходы, которые... Ну да, там пластиковые. Пластиковые, они же не вытираются, и это работает. Есть, которые внесены прямо в покрытие. Но так как у нас постоянно меняется дорожное покрытие, сделать очень сложно. Вот, ну, если это все же появится, вот эти выделенные полосы, водители будут на них как-то реагировать? Потому что, насколько я знаю... Они обязаны реагировать. Ну, вот в Москве, все, не один раз, думаю, все видели, как поток машин едет себе спокойно по выделенной полосе общественного транспорта. Ну, не знаю, вот я в Казани обращал внимание. Ну, Казань... Единичные случаи, они, конечно, бывают. Они более дисциплинированные. Во-первых, стоят камеры, которые щелкают, и потом по карману тех, кто ездит, они отражаются, конечно. Ну, нарушение правил дорожного движения должно быть наказуемо, если принято решение, что есть полосы для общественного транспорта. Я думаю, что у нас просто скоро негде будет парковаться в городе, в центре, ну, и в таких общественных местах. Поэтому жизнь заставит пользоваться общественным транспортом, и чтобы трафик общественного транспорта был правильный и хороший, наверное, появятся полосы. Ну, в реальности, по это, в общем-то, очень мало верят. А насколько есть смысл вводить эти полосы, то есть не на всем протяжении маршрута, а только на улицах, где позволяет ширина? То есть, вот, например, приводилась, к примеру, улица Воровского. Ну, вы знаете, во многих городах так сделано, что не по всему маршруту, если не позволяет дорожная структура это делать, я сталкивался с таким и только в Российской Федерации. Есть места, где выделены полосы под общественным транспортом, где позволяет дорожная инфраструктура, а где это невозможно, и просто нет, и в общем потоки идут. Ну, то есть, это нормально работает, потому что я вот не понимаю, если, например, автобус ехал вот по выделенной полосе, полоса закончилась, автобус уже нужно перестраиваться? Да, конечно, он уже не уступает дорогу, когда он перестраивается. Наверное, по его. Нет, он идет в общем потоке тогда. Никаких преимуществ в этот период он не имеет. Если он трогается с остановки, конечно, он имеет преимущество в правилах дорожного движения с казанками. Правда, не все про это помнят, но так и есть правила. По поводу парковок, тогда вы затронули эту тему, руководитель Первомайского телеправления Михаил Долгополов заявил, что управляющие компании этой зимой стали лучше работать. То есть, они учли опыт прошлой зимы, стали лучше чистить кровли, дороги, я так полагаю, что тоже сюда входят. Вы как оцениваете? Я хочу сказать, что в Первомайском районе, действительно, в этом году, потому что это было раньше хуже, чем во всех районах, как мне казалось, потому что я по Первомайскому району с утра хожу ножками, поэтому очень хорошо представляю, как убираются тротуары и дорожное открытие. В этом году впервые в нашем дворе за зиму три раза убирался снег, чего не было никогда. А я живу в этом доме с 88-го года, такого не было. Ну, раз за зиму, и то не каждую зиму убирался снег, а сейчас убирался снег, то есть по двору можно проехать. Тротуары механизированным способом убираются, то есть уже не переступаешься у гроба, как это было раньше. То, что скользко ходить, да, вот я сегодня в Ленинском районе был. Сегодня вчера очень скользко, да. Я сегодня был в Ленинском районе, мне пришлось ходить по тротуарам, это, конечно, такая полибристика, достаточно сложно. То есть не подсыпаны, лед, холдобины всякие, ямки. Ну, было очень некомфортно, мне и такой уже огромный там участок пришлось пройти метров 200 может, но это было тяжело. Мне просто вот интересен такой момент. В прошлом году, когда все вот эти трагедии происходили с снегом, падающим на людей, руководители, управляющие компании, эти дорожные все службы объясняли это... Не, ну, дорожные службы и крыши, это, конечно, разживите, да. Кому-то же людей не занимаются кровлями, там, на них сейчас остановимся, объясняли это тем, что не хватает людей, не хватает специалистов, кто работает на этих крышах альпинистов промышленных. В этом году их что, больше стало или все же все возможно? Просто за это спрашивать стали, это стали контролировать. Надо дать... То есть контроль все-таки много знаний? Сити-менеджер нашего города, господин Перескопов, уделяет достаточно большое внимание. С управляющей компанией стали спрашивать. У нас прошли отдельные суды в этом году, ну, я имею в виду в 15-м году, из-за тех бед, которые произошли с кровлями и сосульками. Этому вопросу стали уделять внимание, стали контролировать, и я вижу, что есть изменения. То есть сюжета, вот даже у нашей телекомпании о нависающих, угрожающих сосульках, в сравнении с прошлым годом, может, один или два сюжета всего было. А раньше мы их делали там десятками по жалобам граждан, приезжали, смотрели, не говоря уже о несчастных случаях, которые происходили. Ну, а можно сказать, что это, ну, не на сто процентов, но по большей части заслуга Перескопова? Что вот он так вот организовал эту работу? Я думаю, что да. Что мэрия этим занималась, очень серьезно, этому вопросу. Я даже знаю, что правительство области, у нас неоднократно подключалось к этому вопросу. Исполнители стали спрашивать, это заметно. Я вижу, как руководители обслуживающих компаний на улице ходят, проверяют, не говоря о том, что их мастера проверяют. Ну, заметно в городе, что работа в этом направлении ведется. Хотя, это вот то, что касается сосулек и всего остального. Вот уборки тротуаров, ну, большая динеработка, мне кажется. Вот, как раз по тротуарам, по дорогам, потому что мы недавно тоже общались с Сергеем Дорониным, депутатом Госдумы. Я его просила сравнить с Москвой, то есть какой московский опыт можно использовать в Кирове по уборке улиц. Он сказал, что в Москве все хуже, ну, исключая тот момент, что в Москве этот снег просто вывозит, и его не столько падает, а в плане соли, вот этих вот реагентов всех в Кирове... Ну, у нас реагенты на дорогах тоже есть. Я не знаю, кто решил, что у нас нет никаких реагентов. Я тоже не совсем понятно. На дороге видим, что достаточно жижи много, она же сама по себе не образуется, ни от солнышка, которое выглянуло сегодня, у нас все это появилось. Я думаю, что реагенты у нас уже используются, ну, просто они не в таких объемах, как в Москве. В Москве же большие, огромные бюджеты, надо же тратить. Это же большой заработок и серьезный бизнес, поставка реагентов их. Размещение на проезжей части у нас на тротуарах, слава богу, не размещение, не посыпают реагенты. Поэтому мы ходим по льду, по сугробам. Аккуратненько. Ну, аккуратненько приходится ходить, но очень сложно ходить. Я это к чему, собственно, веду? То есть, если крыши уже удалось проконтролировать, поставить вот это, то есть, нашли уже и промышленных альпинистов, несмотря на то, что в прошлом году говорили, что специалистов нет. Ну, с прошлым раздаем предложение. Вот в этом году дорожники говорят, что вот у нас техника работает постоянно, техника ломается, поэтому мы не успеваем что-то делать. Может, тоже стоит вот чуть-чуть вот поднажать, и в следующем году у нас и дороги чистые окажутся? Я думаю, что надо просто спрашивать с исполнителей за те госзаказы, которые получают, а это суммы немалые. Вот если бы с исполнителей спрашивали так, как должны спрашивать, то в этом направлении результат был бы такой. То есть, Александру Перескокову нужно еще чуть-чуть поднадавить? Ну да. Прервемся мы тогда на небольшую рекламную паузу, после продолжим. Для тех, кто только подключился, мы продолжаем. В эфире «Особое мнение» в студии Дарьеты Пузлива и мой гость, член общественной палаты Кировской области, генеральный директор и главный редактор телеканала РН Киров Юрий Шлемензон. Мы перейдем к другой теме, к теме выборов. 10 февраля Кировское отделение «Единой России» сформирует оргкомитет по проведению праймерис и начнет принимать заявки от кандидатов. Я напомню, что в этом году немного изменилась схема внутрипартийного голосования. То есть, смогут принимать участие не только члены «Единой России». Ну, поступало предложение в том числе и не парламентским партиям. Ну, разумеется, для этого нужно сначала выйти из состава своей партии, а потом уже принимать участие. Вы как вообще оцениваете шансы «Единой России» в этом году, в этой предвыборной гонке? Вы знаете, я оцениваю... Относительно 11-го года намного выше у «Единой России», как мне кажется. Ту работу, которую проводят сейчас партии, как она готовится к выборам, интенсивность работы депутатов, кандидатов в депутаты, она уже сейчас видна, потому что предвыборная кампания, как мы видим, уже в такой невзачаточной фазе идет. И сам факт проведения праймерис, ну, предварительного голосования, мне кажется, даст дополнительные очки депутатам, которые будут выбираться в сентябре. Население региона уже больше будет о них знать. И сам фактор узнаваемости будет очень положительно и качественно работать на выборы сентябрьские. Ну, тут небольшая ремарка, да, в том числе, вот, проголосовать тоже могут не только члены «Единой России», но и все желающие. Да, конечно, да, это же все граждане. То есть, условно, да, каждый человек может прийти. По всей стране, если я не ошибаюсь, будет около 22 тысяч участков открыто. То есть, это достаточно большой охват участками будет территорий. И поэтому, если население правильно будет проинформировано и примет активное участие, то много людей будет знать о своих кандидатах. И, видите, обязательное правило будет теперь у участников праймерис, это, слово выскочило из головы, их дебаты. А дебаты всегда на интересном населении. А будут ли в них принимать участие? А это обязательное требование, насколько я знаю. Ага, то есть сейчас обязательное. Да, обязательное требование к участникам предварительного голосования, это является обязательным требованием. А дебаты у нас же уже, как вы помните, давным-давно не было. И поэтому это привлечет, по моему пониманию, избирателей к этому процессу. Повысится узнаваемость самих кандидатов. Даст им дополнительные баллы и очки в той предвыбранной кампании, которая будет проходить в лапусте. А вы сам, вот как избиратель, на чьи дебаты, возможно, посмотрели бы? Ну, если не учитывать, что сейчас пока никаких особо кандидатов еще нет. Ну, интересно было бы посмотреть, если это физический возбор, я бы смотрел те дебаты, которые будут, если их будут показывать по телевизору, то я бы смотрел все. То есть всех участников, кто выйдет, пойдет. А так вот, на ваш взгляд, насколько может состав ЗАГСа обновиться? Я думаю, что не менее 30% будет других депутатов. А насколько вот сыграет на руку тот факт, что в этом году все могут принять участие? То есть, ну, баллотироваться впоследствии, там, от Единой России? То есть вот этот вот шаг в сторону... Ну, это даст возможность качественно увеличить, качественную часть депутатов, усилить, конечно. Они смогут себе привлечь не только членов партии, а сторонников партии, тех, кому подходит программа партии. И качественный состав кандидатов в депутаты вырастет, мне кажется, благодаря этому. Ну, то есть это можно расценивать как какой-то акт доброй воли, или тут есть какие-то проблемы с кадрами в Европе? Ну, я не думаю, что это проблема с кадрами, ну, это просто новая тактика выигрыша на выборах. И она сработает. Мне кажется, да, что она сработает в этот раз. Это совершенно неплохо. Тогда какой... И главным конкурентом сейчас вот проходил предварительный съезд, так называемый «Единой России», сейчас партия для себя определила главную конкурирующую партию, это коммунистическую партию. И вот, когда есть конкурентная борьба, и мы будем ее видеть, и она ведь ярко выражена, как мы надеемся, это даст возможность сравнивать программы партии, программы депутатов, кандидатов в депутаты. Но это будет интереснее, и поэтому это, мне кажется, привлечет наших избирателей к избирательным участкам. И количество участников самого голосования, мне кажется, в этом году вырастет. Ну, вот к слову о программах. Я тут вспомнила, что мне однажды довелось присутствовать на... Ну, это, скорее всего, 2011 год был, когда представляли программы. И я тогда, наверное, поняла, почему люди идут голосовать за Единую Россию, потому что вот у тех же коммунистов, там, не в обиду сказано, программа состояла примерно из следующего. На сельское хозяйство мы будем выделять 100-500 миллиардов. Откуда деньги? Непонятно. У всех будет работа. Каким образом у всех будет работа, как она появится, неясно. Ну, так же, лозунговая такая вещь, которая применяется на выборах, неподтвержденная, а избирательство становится грамотнее и грамотнее, и поэтому я думаю, что это будет вот как раз конкуренция программ избирательных в этом году. Во-первых, программу можно почитать, руки давать, сравнить у разных партий, у разных кандидатов программы. И это даст возможность выбирать депутатов с тем уровнем, которые могут в дальнейшем позволить правильно вести работу в разном уровне от Думы. Вот если, говорится, по позиции вернуться опять к 2011 году, стоит ли им, по примеру, вот прошлых выборов объединиться справедливой Россией и коммунистам в том плане, что, если помните, в прошлом году, в прошлые выборы, в прошлые выборы, да. То есть если в округе... Ну, они не объединялись, они делили... Ну да, в округе. То есть если в округе был сильный СР, то туда они совались коммунисты. Ну, это говорит о том, что у партии недостаточное количество кандидатов. Вот из-за чего это происходит. Если бы у них были кандидаты и люди, которые могут идти по большому количеству, они могли своих кандидатов выставить, то никакой договоренности, я думаю, не было бы. Это говорит о нехватке у этих партий, то есть они слабее, получается, чем партия, которая может выставить кандидатов по всем избирательным округам. Ну вот а в этом году им что стоит сделать? Ну вот кроме того, что... Я не знаю, что им стоит. Это очень сложно. Чем выше конкуренция, тем лучше для населения. Вот это я вам одно могу сказать. И за такие советы еще и деньги платят, да? Да, наверное, да. Рецепт победы на выборах. Редактор принесла нам вопрос от слушателей. Виктор Женихов внес в ОЗС законопроект, который запрещает представителям органов власти называть город Киров как-то иначе, кроме предусмотренного уставом Кировской области варианта, то есть городом Кировом. Я так понимаю, это, наверное, связано с тем, что в СМИ частично упоминают вятку, да. Ну, так как это в административном кодексе не оговорено, то любой человек, любой гражданин может свои высли выражать свободно и как он это желает. Но тут, я так понимаю, речь идет о представителях органов власти. А органы власти несколько ограничены, чем остальные люди. А ничем они не ограничены, не надо ничего придумывать. Раз в КАПе нет ограничений, значит, может называть как человек желает. Чиновник он или нечиновник не имеет значения. Если ему ближе ствол вятка, пускай все говорят вятка. То есть вы бы такой законопроект не поддержали? Нет. Тогда о другой инициативе уже из Госдумы предложили перенести Олимпиаду 2016 года в Россию из-за вируса ЗИКа, если я правильно его произношу, в Бразилии. ЗИКа. Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту и дела молодежи Дмитрий Свищев заявил, Москва и Сочи с удовольствием примут летние Олимпийские игры. Зимние провели, а чего летние не провести? А у нас бюджет не лопнет от второй Олимпиады? Я понимаю, что это предложение с запустой фантастики. Депутаты же у нас очень грамотные, они все это знают и понимают. Вообще Олимпиады во всем мире приносят прибыль. Но у нас не сложилось получить прибыль. Может при проведении летние Олимпиады организованные такими депутатами, которые вносят эти предложения, это получится. Наш бюджет заработает очень много денег. Тогда я за. Я очень сомневаюсь, что это произойдет. Инфраструктура в Сочи есть, конечно, для проведения. Ее хватит. Она стоит, не используется в том объеме, в который бы хотелось, чтобы ее использовали. во всем мире есть проблемы с использованием олимпийских объектов, поэтому тут в укор Сочи это сложно что-то сказать. Конечно. Просто там и разбирают это дело, а у нас же все стоит. А ну реально России заработать вообще на Олимпиаде? Кто-то действительно зарабатывает? Все государства до этого зарабатывали. А мы не заработали, а вот как-то мне не попадалось ничего. Так говорили, что не успели заработать. Ну, вы понимаете, что это было вложение в мифраструктуру района, ну региона больше средств, а не только как проведение Олимпиады. То есть этот проект был на долгие годы рассчитан. Со временем наверное то, что стало в Сочи по дорогам перемещаться намного лучше, что есть великолепный аэропорт, модернизация, ну я уже говорил, дорог, канализация произошла, энергооснащенность региона очень изменилась. Там же тоже были перебои со светом и со всеми остальными. город преобразился, тоже хороший плюс. То есть если не заработали, то хотя бы впрок пошло. Ну, тогда бы, О далеких перспективах вы сейчас заговорили, вот мне бы тоже хотелось бы власти утвердили у нас бюджетный прогноз региона на 15 лет. Мне бы, наверное, хотелось поговорить не столько о том, о самом этом прогнозе, что туда включено, какие финансовые отчетности и тому подобное, а просто сам факт того, что делать прогноз на 15 лет, это... То, что делать прогнозы надо, это очень верно. Но на 15 лет? Ведь через 15 лет даже никто не вспомнит, а что вы там напрогнозировали? Есть люди, которые вспомнят на самом деле, просто никто это уже из тех, кто прогнозировали. Ответственности нести не будет, это другой фактор. Но без прогнозной экономики работать, конечно, невозможно. Прогнозы надо строить, то, что сейчас мы даже бюджет делаем не на 3 года, на 1 год, это все из-за того, что мы очень хорошо живем, в кавычках, Не можем мы спрогнозировать, потому что мы завязаны на нефть, на цену нефти, а у нас нет других видов пополнения бюджета больших. А то, что надо строить прогнозы и потом желательно их выполнить, это, конечно, хорошо. Ну вот по поводу нефти, доллара, вы вообще следите за этими показателями? Да, смотрю. Потому что обычно ты задаешь всем вопрос, и все почему-то говорят, что нет, я не слежу, я живу в России, покупаю все за рубли, и вообще на доллары мне параллельно. Действительно ли всем так, без разницы? я не знаю, почему я считаю, что это им параллельно, потому что мы импортируем достаточно большое количество вещей, в том числе продуктов, и расчеты идут все же в долларах, это мы, конечно, мы в магазине пользуемся рублями, понятно, но мы очень это видно, если кто следит за ценами в магазинах, а я их наблюдаю, я сам посещаю магазин, мы видим, как меняется курс валют, и так же меняются цены в магазинах. Ну вот за прошлый жизнь, за прошлый год как-то жизнь ваша изменилась, исходя из того, как падала нефть, как росла пара евро-доллар, ну то есть что-то пришлось на какие-то урезания пойти? Да, конечно. А этот год как прогнозируете? Я думаю, что будет хуже. Хуже, то есть в плане рост продолжится валют? Да. А на сколько? Ну вот к концу года дают люди некоторые прогнозы до 100 рублей. Ну это хороший прогноз. То есть это на ваш взгляд еще оптимистично? Очень оптимистично. Тогда на такой оптимистичной ноте мы закончим. Это было особое мнение, в студии работала Дарья Топузлеева и мой гость, член общественной палаты Кировской области, генеральный директор и главный редактор телеканала Рен Киров Юрий Шлюминзон. До встречи. До встречи.